20-21 апреля в Москве, в Кулаковском центре, нашем головном учреждении, был конгресс международный. Назывался он очень символично – «Право на жизнь». И смысл этого конгресса заключался в том, что любой ребенок, плод, эмбрион, конечно же, имеет право на жизнь. И на этом конгрессе ученые, ведущие эксперты Российской Федерации и международные эксперты делились своим опытом по сохранению жизни детей, даже которые внутриутробно страдают серьезными заболеваниями, о том, как проводятся внутриутробные операции, о том, как выхаживаются беременности, которые в прошлые годы вообще никогда бы эти пациентки не могли быть беременными, с тяжелой экстрагенитальной патологией, с патологией сердца, с патологией головного мозга. Какой подвиг совершают врачи по сохранению жизни матерей и их детей? Два дня в Москве был этот конгресс, где делились опытом, опытом ведения многоплодной беременности, опытом ведения пациентов с прерыванием беременности, с тяжелыми заболеваниями почек, головного мозга. Ну, это было крайне интересно. Да, это замечательный был конгресс. Вот я как верующий человек прямо чувствую, что это воля Божья, и ученым дать знания, как сохранять плод, который еще как бы называется плодом, но это уже есть жизнь, данная Богом от начала, и как выходить его, а не запугать и не лишить возможности этому ребенку прийти в этот мир. На открытии Конгресса, открывал Конгресс Академик Сухих, присутствовала семья, которую награждал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, как многодетную семью, как родители, которые герои России, им был присвоен почетный знак. У них 17 детей. И вот эта семья из Подмосковья, всех деток они смогли выносить, воспитать. У них уже свои внуки и свои правные внуки. И Геннадий Тихонович пригласил эту многодетную семью на открытие Конгресса. Я плакала, когда вышла эта многодетная семья. Прекрасные люди. Видно, что, конечно, они верующие, глубоко верующие люди. Ни одного ребеночка там, всех выходили. Настолько от них чувствуется тепло, настолько они простые, но в этой простоте их сила. Ну, вы знаете, это было очень трогательно. Выступали и отец, и мать. И они рассказывали о своем опыте воспитания этих детей, выращивания. И о том, как они, в общем-то, старались, и свою жизнь они посвятили воспитанию детей, рождению детей. Это было крайне трогательно и приятно. Слава Богу, что указы президента о формировании в нашей стране духовных ценностей, коренных духовных ценностей, исторически сложившихся, реализуются совместно ученых, общества, совместно с теми людьми, которые находятся в ситуациях выбора рождения детей в трудной жизненной ситуации. Спасибо вам огромное за ваш труд, который вы несете изо дня в день, огромному количеству студентов не только нашей страны, но и зарубежных стран. То есть мы с вами в сотрудничестве, с разных источников получаем знания об одном и том же, что Бог есть творец всему, что рождается. Каждая жизнь имеет свою ценность. Каждая жизнь имеет свою ценность. Слава Богу, что у нас в Курске вот и грантовая работа написана совместно с вашей кафедрой и с перинатальным центром. Курск – регион благожелательного отношения к беременным женщинам и детям. В прошлый раз мы не набрали всего один балл, сейчас она у нас пошла на президентский и на местном региональном уровне. Надеемся, что подтверждение финансовое будет для того, чтобы мы продолжали утверждать в нашем регионе реализацию плана.